Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева, Черкесия. Из-за отряда мобильного особого назначения «Мустанг» Управление Росгвардии России по Карачаева, Черкесии принимали поздравления и награды. Фатима Даурова с торжественного построения. Здравствуйте, товарищи! Поздравляем вас с 30-й годовщиной образования отряда мобильного особого назначения «Мустанг». Ура! 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 Традиционная троекратная офицерская Ура огласила торжественное построение, посвященное 30-летию со дня образования специального отряда ОМОН «Мустанг» Управления Росгвардии России по Республике. С приветственным словом от главы Карачаева, Черкесии Рашида Тимрезова к собравшимся обратился первый заместитель руководителя администрации главы и правительства республики Марат Хубиев. В этот праздничный день хочу поблагодарить всех сотрудников и ветеранов ОМОН за честную, безопречную службу и неоценимый вклад в общее дело поддержания правопорядка в стране. Также выражаю искреннюю благодарность вашим семьям, родным и близким, которые вместе с вами разделяют все тяготы нелёгкой службы, любовью, заботой, создающими крепкий тыл, который придаёт сил и уверенности. Поздравляя с юбилейной датой сотрудников ОМОН «Мустанг», начальник отдела сил специального назначения Северо-Кавказского округа в войск Национальной гвардии России Григорий Зана отметил, что их высокий профессионализм и умение действовать в сложных экстремальных ситуациях обеспечивает надёжную защиту народа и страны. Я хочу также поблагодарить ваш отряд за огромный вклад в сохранение исторической памяти. «Среди вас есть ветераны, чьи заслуги перед отечеством нельзя переоценить. Их опыт и мудрость помогают молодым сотрудникам ОМОН преодолеть трудности на пути к достижению целей». За личные заслуги, добросовестное выполнение служебных обязанностей, ответственность, отвагу и мужество сотрудникам специального отряда вручили медали участнику специальной военной операции. Также отличившиеся бойцы были отмечены благодарственными письмами главы Карачаева Черкесии, почётными грамотами правительства республики, ведомственными наградами и ценными подарками. «Чтобы они всегда могли выполнять те задачи, которые нам определяет руководство нашей страны. Чтобы родные, близкие у них также не болели. Им тоже хочется пожелать, в первую очередь, терпения. Чтобы их близкие, то есть наши бойцы с любых командировок, с любого района выполнения задач живыми и здоровыми проходили свои семьи». В завершении мероприятия присутствующие почтили память погибших при исполнении служебного долга товарищей минутой молчания и возложили венки к мемориалу погибшим, расположенным на территории ведомства. Фатима Дорова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаева, Черкесия. Внимание, переезд. По всей стране сегодня проходит акция, проводимая российскими железными дорогами. Северокавказская железная дорога совместно с ГИБДД и мэрией Черкеска провели профилактические мероприятия по профилактике ДТП на переездах Черкеска. Альбина Кураченова-Кенжева тоже побывала в атмосфере железнодорожного пути. Водителям и не только важно помнить, что ЖД-переезд – зона повышенной опасности. Необходимо соблюдать требования сигналов и дорожных знаков вблизи переезда. Сотрудники ГИБДД и железнодорожного пути раздавали автолюбителям памятки с правилами. Сотрудники ГИБДД и железнодорожного пути раздавали автолюбителям памятки с правилами и железнодорожного пути раздавали автолюбителям памятки с правилами. Будьте внимательны, соблюдайте правила, передайте своим знакомым, потому что очень много людей гибнет по несторонности, по невнимательности, по телефону разговаривают. Берегите себя и своих пассажиров. В РЖД говорят, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь – одно мгновение. Поезд быстро остановить невозможно. Даже с применением экстренного торможения состав остановится лишь через 800 тысяч метров за переездом. Это следует знать и помнить также детям, которые любят поиграть вдоль железнодорожного полотна. Представители РЖД рассказали про акцию и печальную статистику на переездах. Руководство ООО РЖД крайне обеспокоено сложившейся ситуацией с обеспечением безопасности движения на железнодорожных переездах. По состоянию на 1 апреля 2023 года в границах с Северокавказской железной дороги произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 3 человека. Особую тревогу вызывают случаи столкновений транспортных средств с пассажирскими и пригородными поездами на переездах. Причиной у всех дорожно-транспортных происшествий является нарушение правил дорожного движения водителями автотранспорта. Железнодорожный переезд требует сосредоточенного внимания, ведь это один из самых сложных отрезков дороги. От начала подачи переездными светофорами красных сигналов о запрещении движения через переезд до подхода к нему поезда расчетное время составляет всего 30-40 секунд. И нельзя полагаться на свое транспортное средство, ведь оно в любую секунду может подвести. Не подвергайте себя ваших близких и людей, находящихся в районе переезда, опасности, ведь от этого зависит ваша жизнь и здоровье. Альбина Курочинова-Кенжева, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии начался второй тур вакцинации от полиомиелита, который продлится до 9 апреля. Главная цель – выработать крепкий коллективный иммунитет от инфекции и не допустить заражения детей. В Минздравом республике приобретены вакцины – оральная, инактивированная, полиомиелитная и пентоксим. Развернуты пункты вакцинации в школах, детских садах и медучреждениях всех населенных пунктов. Прививают детей от 3 месяцев до 9 лет. По итогам первого тура мы не достигли целевых показателей, но тем не менее мы показали неплохой результат – 93% прививаемости. Что очень, в принципе, неплохо на сегодняшний день. Конечно же, мы бы хотели, чтобы те, кто отказывается от проведения вакцинации, во время второго тура все-таки пересмотрели свои убеждения и все-таки пришли на вакцинацию. Те детки, которые по медицинским показаниям, допустим, пропустили первый тур, они могут спокойно прийти на второй тур и никаких проблем не будет. Им будут делать только одну дозу вакцины, поэтому родителям не надо переживать, что мы им сразу и первую, и вторую. Нет, мы сделаем только одну дозу вакцины и, в общем-то, благодаря этой дозе они тоже будут защищены. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, ночью в горах с мокрым снегом, днем в отдельных районах сильные гроза, ветер восточный – 6-11 метров в секунду. Температура ночью – плюс 3, плюс 8, в горах – минус 2, плюс 3, а днем до 20 градусов тепла. И местами – 8-13, со знаком плюс. В Черкесске ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, ветер восточный – 6-11 метров в секунду. Температура ночью – 6-8, а днем – 17-19 градусов тепла. В Кисловодском цирке с 11 марта шоу «Звездный круиз». Окунитесь в мир космических приключений на борту «Звездного лайнера» 0+. Карачаево-Черкесию посетили артисты из Луганска, некоторые из них – участники СВО. Они встретились со студентами Досиндустриально-технологического колледжа Черкеска и побывали на патриотическом открытом уроке с поднятием «Флаг России». Как прошла встреча с молодежью, расскажет Альбина Ламкова. Утро понедельника в Индустриально-технологическом колледже традиционно началось с торжественной линейки церемонии поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации. «Взрослые разговоры о мире» – тема этой недели – традиционного патриотического мероприятия. Почетными гостями торжественной линейки стали артисты из Луганской области. Руководитель колледжа Ахмат Байрамуков открыл актуальную беседу. Рассказал, какую помощь в поддержке СВО оказывали студенты и весь коллектив учебного заведения. Артист, преподаватель, наставник по вокалу Луганской государственной академии Игорь Колосов с первых дней на передовой. В конце лета вновь воссоединился с коллективом. Цель одна – поддержать боевой дух. Старались, мы боролись за нашу землю. Ну, об этом, знаете, сложно говорить. Но мы устояли и продолжаем бороться. И плечом к плечу с нашими братьями из Российской Федерации мы отстаивали и отстаиваем свои интересы. В адрес гостей со стороны студентов было направлено множество вопросов. Интересовало буквально все. Начиная от репертуара артистов, педагогической деятельности до личных интересов. Трогательно взволнованной и с грустью, но в то же время с гордостью рассказывали артисты, молодежи о своей жизни и переживаниях. Такие же молоденькие паренечки, худенькие, стройные девчата. Она еще автомат этот не может удержать, он такой тяжелый или паренек. А он уже воюет, а его уже нет. Не дай бог, почему я говорю, что каждый на своем месте сейчас, мы как артисты, мы тоже сражаемся. Пока мы и делаем, мы непобедимы. Ребята, я точно это знаю. Альбина Ламкова, Ислам Урумов, Вести, Корчаева, Черкесия. В Черкесске состоялась церемония награждения медалью Ислама Крымшамхалова за заслуги в развитии национальной культуры. При урочере мероприятия ко дню рождения великого просветителя участвовали выдающиеся представители творческой и научной интеллигенции карачаево-балкарского народа. Альбина Курочинова-Кенжева подробнее. Крымшамхаловские чтения прошли в Карачаево-Черкесии в день рождения просветителя Ислама Крымшамхалова. Их учредили 10 лет назад. Ученые говорят, эти чтения связующие звено между прошлым и будущим. Перед началом мероприятия собравшиеся говорили о жизни и творчестве первого просветителя карачаевского народа, известного общественного деятеля, поэта, художника и филосова. Стартовали чтение с награждения лауреатов премии Крымшамхалова. Медаль Ислама Крымшамхалова была присуждена в пяти номинациях, среди которых искусство, литература, наука, экономика, общественная деятельность. В номинации «Искусство» сразу три лауреата. За успешный опыт сопоставления образов героя фронта и героя тыла в документальном кино, диалоге, фильмах «Подвиг незримый» и «О моем отце» наградили Арипуса Банчиву, журналисты и театроведы из Кабардино-Балкарии. За крупный вклад в развитие национального коневодства награждена Ассоциация поддержки и развития карачаевской породы лошадей «Карачайхорс». За успешную реализацию в прошлом году проектов развития карачаевского театра, первого спектакля для глухих и первой школы театрального искусства для глухих награжден актер и режиссер Харча Мамчуев. Так, лауреатами медали в номинации «Литература» стали сразу два деятеля науки. За успешное освещение темы роли творческой личности отметили книгу «Рамазан Геляев в жизни и на сцене», наградили журналистой театроведа Сиат Саракуеву из КБР. А известного литератора и журналиста Шахризу Богатыреву наградили за успешное завершение цикла изданий художественных произведений, которые вносят огромный вклад в становление карачаево-балкарской школы литературного перевода. Пишу я на русском, перевожу на русский, и больше, чем с карачаевского, перевожу с испанского и со шведского. И я стараюсь, чтобы благодаря мне карачаевке мой народ был известен во всем мире. Поэтому мои книги идут по миру. Номинации наука за успешное завершение цикла исследований по актуальным темам истории и этнографии награжден посмертно научный деятель и писатель Назир Будаев. За существенный вклад в научную популяризацию карачаево-балкарской лексикологии награждена исследователь-языковед Фатима Теркенова. Счастье, когда твой труд признается твоим народом, когда ты служишь своему народу, любишь свой народ, и готова отдать жизнь за свой язык, за культуру, за его сохранение. И сегодня достойная мне медаль – это признание моих заслуг, моих работ, моих книг. Номинация «Общественная деятельность за образец приоритета в обеспечении региональной системы лечебной реабилитации детей» награждена меценат доктора экономических наук Тамара Капушева. Все лауреаты получили по праву заслуженные награды. Собравшиеся сошлись в едином мнении, что такие мероприятия важны и нужны для развития карачаево-балкарского языка и культуры. Альбина Курочинова-Кенжева, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Заполярный вальс». Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!